Девушки отдыхают Но все мы сталкиваемся с одной и той же проблемой в нашей терапии, это функции. Это достаточно сложная проблема, которую многие люди пытаются решить, утверждая, что функция не имеет ни большого значения. И на самом деле, традиционный подход к реабилитации функции имеет достаточно большой процент неудач. И мы хотели бы представить вам сегодня новый подход, который достаточно эффективный и простой. Это подход, который не нуждается в больших усилиях со стороны пациента. На самом деле, есть вещи, которые, с одной стороны, очень сложные, с другой стороны, относительно простые. И переобучение глотанию, реабилитация глотания, одно из них. Когда я вижу кубик Рубик, я могу за 8-10 минут собрать одну сторону. А если я начну пытаться собирать другие стороны, я разрушу первую. Зато мой сын может за 3 минуты сделать все 6 сторон. Почему? Почему? Потому что он знает, как это действует. Он не действует случайным образом. И поэтому, цель этого обучения – проанализировать разные подходы, – проанализировать новую анаэтическую реабилитацию, – но особенно понять все изменения и причины того, что изменится в головном мозге. И дать вам протокол, который вы можете использовать в вашей терапии. Я много изучал работы Эрика Канделя, лауреата Нобелевской премии в медицине 2002 года, и Даниэля Канделя Канделя, тоже лауреата Нобелевской премии, чтобы понять сложности, чтобы понять, что происходит в мозге, и дать теоретические научные базы принципу действия фроги-маус. Первое, что нужно понимать, что баланс – это не застывшее состояние, не неподвижное состояние. Это состояние постоянного изменения. То есть, это не важно, чтобы модифицировать, например, респираю или деглутирование, только для всех. И речь идет не о том, чтобы изменить дыхание, назальное дыхание или глотание, один раз и навсегда. Но в каждом моменте, у нас есть ренформация для того, чтобы продолжать существовать. Программа не фиксируется навсегда в памяти. По Эрику Канделю, все отношения между нейронами в синапсах. И каждая функция управляется нейронной цепью. Вот, и у нас есть ренформация нейронная цепь, это совокупность связанных нейронов, которые передают информацию от первого нейрона до последнего. То есть, обучаться будет означать пролагать новый нейронный контур, новый нейронный маршрут. И есть два способа. Мы можем или взять старую нейронную цепь и постараться переработать старый нейронный маршрут, или... Например, когда вы катаетесь на лыжах, и вы идете по лыжне, и пытаетесь выйти из лыжни, это очень сложно. Переделать эту лыжню. Очень сложно. Это будет более просто вернуться на вершину горы и проложить новый путь. То есть, можно или переделать старую нейронную цепь, или проложить новую. Допустим, начиная с зародыша, до четырех лет, приблизительно до четырех лет, мы имеем глотание всасыванием, то есть, инфантильное глотание. Но начиная с четырех лет, когда появляется жевание, 60% des enfants будут траться и новый circuit. 60% детей проложат этот новый маршрут, новую нейронную цепь. И благодаря мышечным силам которые появятся в этом новом контуре, в этой новой программе, рост будет проявляться на физиологическом уровне. Рост челюстных костей. В возрасте четырех лет, 40% детей еще имеют неправильное глотание, атипичное глотание. И именно эти дети будут нуждаться в ортодонтическом лечении. То есть, эта модификация в возрасте четырех лет контролируется на генетическом уровне. Но есть такая важная вещь как генетика и эпигенетический фактор. То есть, что в ростах в гене не сэкспримера только если оборудовательные они не сэкспримерны. То есть, информация хранящаяся в генах не проявится, не произойдет экспрессии генов если не будет подходящих внешних условиях и эти внешние условия должны появиться в нужное время. Гены – это написание симфонии Чайковского. Но когда вы дадите партитуру множество разных оркестров, вы получите немного разные вещи. они – симфонии они будут абсолютно одинаковы. – потому что каждый оркестр, и это важно, будет интерпретировать по-своему это произведение. Когда изменения происходят естественным образом в возрасте четырех лет, – ребенок не нужно делать упражнения, размышлять над тем, что происходит. – потому что жевание будет создать новые нейроны, и, соответственно, будут создаваться новые нейронные цепи, – как если бы мы поднялись на высокую гору и спустились бы оттуда по девственно чистому новому снегу, проложив новую трассу. – мы имеем новые связи, новые соединения. – но 40% детей не смогут изменить свою программу, потому что они считают, что старая программа вполне себе хорошая. – особенно, когда они сосут палец, сосут пустышку, бутылочку с соской, и не жуют. – что делаем с этими детьми? – есть много возможностей. – как я вам сказал ранее, мы считаем, что это не важно, что все будет делать все же, без того, что нужно с этим заниматься. – есть мнение, что все может идти своим чередом, все исправится само, и не нужно этим заниматься. – иногда это случается, но не всегда. – или мы используем трейнеры, которые изобретены Фаррелом и Бергенсоном. – это эффективно, но их нужно носить очень долго. – и именно ночью. – в то время как ночью мы не можем обучаться, и наше мозг лишь регистрирует то, что произошло днем. – и качество сна очень важно у маленьких детей. – и использование этих устройств все-таки нарушает сон. – или же мы занимаемся переобучением, переучиванием, реабилитацией у ортофонистов. – это нисходящая реабилитация. – это нисходящая реабилитация. – то есть ребенок должен осознать, что он делает обычно. – и потом, что он должен делать. – и потом нужно повторять это много раз, чтобы достичь автоматизации. – потому что в этом способе есть стимуляция на уровне синапса. – есть повышение количества нейротрансмиттеров, но ядро не изменяется. – или, чтобы перейти к долговременной памяти, нужно, чтобы произошли изменения в ядре. – и для ребенка младше 8 лет очень сложно контролировать свой язык. – а те, у кого это произошло спонтанным, естественным путем, они никогда не делали никаких упражнений. – – есть другой способ изменения в ядре. – и когда вы имеете в виду очень сильную эмоцию, – и когда вы испытаете очень сильную эмоцию, – происходит появление большого количества эмоэпикиназы, – которая будет отправлена к ядру, в ядро, – и которая отпечатает в долговременной памяти, все, что произошло. – – например, если у вас была автоавария 10 лет назад, – вы будете помнить о ней очень хорошо, без того чтобы повторять каждый день обстоятельства этой аварии, она навсегда отпечатается в вашей памяти. – – это действует таким же образом, Это аппарат, который носит всего 15 минут в течение нескольких недель, потому что это рекомендуется для ребенка. Это 15 минут с аппаратом фрогимоз, ребенок проводит перед телевизором, потому что лимбическая система рассматривает это как награду, и использование аппарата фрогимоз заставит ребенка искать новую программу глотания, заставит ребенка найти новую программу глотания. Так как верхняя и нижняя губа не могут соприкасаться во рту фрогимоз, невозможно проглотить слюну, используя старую программу. А проглотить слюну это жизненно, это жизненно необходимо. На уровне примитивного мозга. Нужно будет найти новый способ проглотить слюну. И так как это будет ситуация стресса, когда этот новый путь будет найден, новый способ будет найден, он немедленно запечатлится в долговременной памяти. Вот так. И так, в 2-3 минуты, в первую очередь, когда мы ставим фрогимоз, 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 фрогимоз. Но это происходит не на уровне коры головного мозга, поиск этой программы, а на уровне ствола головного мозга. Я вам покажу пример ребенка, который был в реанимации, потому что у него 2ο и當半. И посмотрите, какой он испытывает стресс. мы не видим ничего на экране вы не имеете в виду? не, мне не может быть в других я не вижу только в первом виде в первом виде Я думаю, что это будет хорошо для нас. Я думаю, что это будет хорошо для нас. 15 дней спустя, посмотрите, как он уже переобучен. И без фрогимов, в два с половиной года, когда мозг плохо функционирует, невозможно переобучить ребенка настолько быстро. И это важно, потому что можно вылечить много детей инвалидов. Но не достаточно просто выучить новую программу, чтобы она перешла на уровень автоматизма. То есть нужно работать на автоматизацию этой программы. И в реальности, мозг, он как компьютер. Была старая программа с иконкой, чтобы запустить эту программу. Мы запускается новая программа с новой иконкой. Но если ребенок продолжает нажимать на старую иконку, в то время как у него уже есть новая программа, новая программа не будет работать. То есть нужно научить ребенка кликать, нажимать на правильную программу. На иконку правильной программы. Старая программа, старая иконка, это мои губы сомкнуты, зубы не касаются друг друга. Правильная программа, правильная иконка, это мои губы сжатые, сомкнуты. И это не плюс левый фасчет, но и тройничный. И это не плюс левый фасчет, но левый фасчет. Это не плюс левый фасчет, но иконку правильную. Предлагается четыре программы. Первое упражнение, 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 и затем оценка, проверка. И затем упражнение, 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 и затем оценка. Последнее это упражнение, то есть фроги-малф. Тест, 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 перед тем как произвести оценку состояния. Какая программа, по-вашему, лучше? Большинство скажет вам первое. Но лучшее на самом деле четвертое. Именно так программируется весь искусственный интеллект. Например, в шахматном турнире, во время шахматного турнира. А раньше имелись приложения. А теперь после каждого шага делается проверка, делается проверка на правильном ли пути мы находимся. То есть важно, только контролируя положение группы, проверять, постоянно проверять на правильном ли пути или нет. И, значит, у нас происходит внедрение программы, затем автоматизация программы, и очень важен третий пункт – это торможение или подавление старой программы. Наша идея, что нужно контролировать губы, потому что это просто. И когда контролируешь губы, это как падает домино, контролируешь язык, глотание и все остальное. И домино глотание упадет и активирует носовое дыхание. И которая, в свою очередь, затронет внутреннее ухо. И которая будет менять нюбную занавеску. То есть контролируя что-то, что легко контролируется, мы можем запустить целый ряд изменений, которые сложно контролировать. Потому что, как мы уже говорили в работе Кандель, информация проходит с помощью синапса между нейронами. На уровне синапсов, pardon. Вокруг синапсов есть глиальные клетки, которые будут слушать сигнал, послание. В реальности, что происходит в синапсе, это как телефонный разговор между двумя людьми. Это секретный разговор. Глиальные клетки, услышав сообщение, передают его, транслируют это сообщение во все стороны. Это как сообщение по радио. То есть, вместо того чтобы оставаться в одной нервной цепочке, в одной нервной цепи, информация будет передаваться во все нервные контуры. Другой человек, о котором мы уже говорили, это Кенман. Он написал книгу «Две скорости мысли». Есть система один, есть система один, qui еюристическая, approximативная, но очень быстрая. Система мысли один, еюристическая, приблизительная, но очень быстрая. И которая управляется все мгновенно. И которая управляется всем мгновенно. Но есть вторая система, второй контур, которая гораздо более точной, которая найдет правильные решения, она должна еще и подавить, затормозить первую систему. Инфантильное глотание, это система один. Ортофоническое переобучение, оно осознанное, оно добровольное, оно в системе два. Чтобы достичь автоматизации, нужно подавить, нужно затормозить первую систему. В то время как с использованием Фрогимов, мы меняем, производим изменения внутри первой системы. То есть вот этот вот аналитический бессознательный путь, который позволяет действовать внутри первой системы для переобучения, он оказывается более комфортным, и поэтому именно его выбирает мозг. Ну, вы можете мне сказать, докажите что правда, все что вы говорите. Есть ли вы? Не��усь вы? Есть ли вы создаетеそれは avete экипажные? В kingdoms-бесс, да? Где там, в других? Экипажные, что вы скажете? essentiell – это judgments, такие, которые являются, что все, что сказано верно. Вorkyпажные, которые показывают что все, что сказано верно. медицинские решения, которые не имеют под собой научные базы. Эвиденц-бэйз, это только статистик. Все доказать можно с помощью статистики. Которая показывает, что когда мы используем фрогимов, у нас есть три слайда. И мы видим, что зоны, которые стимулируются в мозге, они стимулируются намного сильнее. И мы видим, что эти исследования были сделаны в Университете Лиеже. Но уже не исследовали ребенка, а взрослого 35 лет. И, вверху, мы видим изображения с без фрогимов и с фрогимов. И мы видим ту же картину стимуляции, которая примерно в 10 раз сильнее с фрогимов. Но когда мы использовали исследования месяц спустя, даже без фрогимов, мы имеем тоже возбуждение этих зон, что и с ним. То есть, произошло действительно акция на сердце? Да, на зоны сенситивомо-мотрицы. То есть, вот это воздействие на сенсорно-моторные зоны мозга, оно сохраняется даже когда уже нет фрогимов. И мы также сделали исследования в Лиле, которые показывают, и показывают, что мы имеем примерно 80% хороших результатов. То есть, я вам показываю несколько больших патологий, только с фрогимов. Сейчас я вам покажу несколько серьезных патологий, которые лечили с помощью фрогимов. У этого ребенка, лимфогиома... То есть, у него есть очень большой язык и мандибулярная прогнатия. Но даже если язык слишком большой, с помощью фрогимов нам удалось изменить динамику. И мы видим, что прогнатия исправляется сама, без устройства. Это ребенок, полутора лет. Это ребенок, полутора лет. И это фотография, когда он был младенцем. У него кисты гортани. И его язык выходит. И я сказал, что вряд ли я смогу что-либо сделать. И ему дали тоже фрогимов. И немедленно язык вошел в нормальное положение. Принял нормальное положение. Это не маленькая девочка, у которой нарколепсия. Она не может ни сконцентрироваться в школе, ни пройти ортофоническую реабилитацию. Она имеет большую большую, открытую, резцовую прикус. Но она согласна носить 15 минут в день перед телевизором фрогимаус. Спасибо большое, доктор. Спасибо вам. Мы всем желаем хорошего вечера и до встречи в новых эфирах. Ну и ждем приезда профессора на нашем большом конгрессе. Спасибо. 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 Спасибо.